Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Друзья, сегодня говорим о нестойких ароматах. Ну, на самом деле, это не всегда порог, не всегда плохо, если аромат недолго сидит на коже. Особенно для парфювлеченных людей, которые любят в течение дня наносить несколько ароматов. У меня тоже такое бывает. И я не люблю наслаивать парфюмы. Я люблю наносить следующий аромат, когда предыдущий выветрился. Поэтому не всегда слабая стойкость является минусом. Но, как правило, все мы жаждем стойкости. Все хотят платить деньги и получать стойкий шлейфовый парфюм. Поэтому я решила сделать свой личный топ-10 нестойких ароматов. Но тех ароматов, которые есть у меня, и которые я лично для себя выделяю, как ароматы со слабой стойкостью. Вот сейчас более подробно поговорим о каждом из них. Начать хочется с новинки на моей парфюмерной полке. Аромат от бренда L'Atelier Parfum. Недавно делала обзор на этот бренд. Это замечательный флакончик. Аромат называется... Не знаю, как называется. Посмотрите внизу в описании. Я все пропишу. Ну, вот так вот я, наверное, покажу на камеру. Я не прочитаю название здесь. А вы видите. Аромат на самом деле такой девичий, красивый. Это розы и личи. Это очень просто, очень понятно, очень носибельно. Вот такой, знаете, стандартный, я бы сказала, люксовый аромат. Он приятный. В нем приятно находиться, когда... В том видео, где я, значит, обозревала ароматы данного бренда, я говорила о том, что на работе, когда я принесла все эти ароматы, к себе на работу, они понравились абсолютно всем. То есть ароматы вот очень носибельные, очень понятные к какому-то простому обывателю и так далее. Этот аромат я выбирала исключительно по пирамиде. Меня здесь привлекла роза. Это то, что я люблю. И личи мне тоже показался достаточно безобидным таким компонентом. Так и получилось. Аромат очень... Очень понятно, как я уже сказала. Единственное, что мне не хватает, это стойкости. Я сюда включила его как бы авансом в эту подборку. Возможно, аромат настоится и стойкости прибавится. Сейчас же я слышу, ну, наверное, часа два от себя этот аромат. И все, и все. То ли аромат не настоялся, то ли нос привык, то ли еще что-то. Но какого-то комплимента на парфюм или вопроса там, что это, я не получила на него. Мне кажется, он имеет достаточно слабую стойкость. И шлейфа ему тоже не хватает. Он достаточно такой приятный, летучий. Первые, наверное, полчаса. И потом постепенно-постепенно все это затихает и просто сходит на нет. Но, как я уже сказала, включил этот аромат сюда авансом. Возможно, он настоится и станет более таким стойким. Следующий парфюм, один из моих любимчиков, это 19-я Шанель в парфюмированной воде. Для меня здесь не хватает стойкости. И не только для меня. Многие мои зрители писали в комментариях, когда мелькал этот парфюм в моих обзорах, что тоже для них аромат оказался со слабой стойкостью. Чего я не могу сказать, например, о версии туалетной воды. Вот она намного стойчая, я бы даже сказала, жестче. Такая вот травяная история. Это очень приятный, безумно приятный аромат. Очень красивый, такой шипристый. Но мне не хватает стойкости. Для меня он достаточно такой какой-то интимный. Но это беда. Для меня это беда. Мне вот прям обидно, знаете, когда у меня появился этот аромат. И я начала им пользоваться. Я даже сначала не поверила. Мне всегда казалось, что аромат от Шанель, ну вот они автоматом должны быть супер там стойкими и так далее. Но с этим парфюмом так не произошло. Может быть часа 3-4. Вот как-то так. Без особого какого-то яркого шлейфа. Следующий аромат Арман Баси, любимый мной. Красивый такой леденящий парфюм. Это охлаждающий такой вот лимонад с бергамотом, с имбирем. Красиво, охлаждающий, как я уже сказала, очень холодный аромат. Я люблю носить его просто в какую-то безумную жару и в морозные дни тоже люблю на себя его наносить. Но стойкость у этого аромата ровно 2 часа. И то, наверное, с натяжкой. То есть стойкости ему катастрофически не хватает. Но в данном случае это не является как бы минусом в конкретном аромате. Во-первых, он очень бюджетный. Во-вторых, летом я ношу его в сумке. И знаете, у меня вот ощущение, как будто бы у меня в сумке находится какой-то, как я уже сказала, холодный лимонад. И когда мне очень жарко, хочется сделать несколько глотков этого лимонада, я достаю, значит, этот аромат, орошаюсь, и мне как-то, знаете, свежает, свежает. Вот, поэтому это такой какой-то промежуточный, может быть, аромат. Вот аромат какой-то вот такой, знаете, нанес, и через 2 часа уже можно наносить что-нибудь другое. Ну вот, без преувеличений 2 часа, не более. Дальше. Один из самых нестойких тоже, это Эйгнер. Если я правильно произношу, это тот, который женский. Огромный просто флакон. Когда-то с этим ароматом через пробник меня познакомила моя пар-подруга Марина. И просто меня настолько впечатлил этот аромат, он мне так понравился. Это кофейная замша, и он до сих пор имеет вот этот вот аромат кофейной замши. Очень красиво. Потрясающий просто кофейно-замшовый парфюм. Но я помню, что когда я его тестировала из пробника, он сидел на мне, ну, наверное, минут 40. Вот прям минут 40, не больше. Потом просто след простыл. Немного настоявшись, я могу сказать, что аромат сидит на мне, ну, часа опять же 2, наверное. На одежде, конечно, больше. Но вот я как-то не ощущаю его от себя. Буквально немножечко удается мне насладиться этим парфюмом. И все. Одно время какие-то сумасшедшие просто были цены на этот аромат. Потом цены немножечко снизились. Этот аромат часто появляется на сайте Nutino. Его можно словить по хорошей цене. Там что-то около 20 долларов. В принципе, можно его взять. Потрясающий просто красоты парфюм. Вот правда. Настойкость, ну, катастрофически низкая. Поэтому думайте сами. Следующий аромат Aqua di Parma. Это Orange di Capri. Красивый такой цитрусовый тоже парфюм. Летний свежак, я бы так сказала. И, ну, опять же, у меня с ним какая-то похожая история, как с Armand Basi. Да, то есть я... Ну, я от себя ощущаю этот аромат, опять же, не больше двух часов, к сожалению. Это красивая действительно оранча. Ну, апельсин. Да. Такой сладкий, сочный, брыжущий апельсин. Очень приятный такой. Для меня вот очень натурально звучащий апельсин. Совершенно нестойкий. Потому что совершенно нестойкий. Я помню, когда я нанесла этот аромат на свою маму. И мы с ней куда-то пошли. И она прочитала очень долго. Она была супер недовольна тем, что именно этот парфюм я ей дала. Ну, то есть, который я на неё нанесла. Да, когда она попросила, ну, набрызгай меня чем-то. Я, значит, её набрызгала вот этим ароматом. Было ли это? И она была крайне недовольна. Потому что она не слышала от себя аромата. Её это очень сильно раздражало. Моя мама любит пахнуть прям так, знаете, ух. Вот этот аромат совершенно не про ух. Это аромат про такую небольшую свежесть. Буквально на 2 часа и всё. Ну, это просто катастрофа, конечно. Энкор Нуар. Многие говорят о том, что аромат нестойкий. Сейчас он немного настоялся. Этому флакону, наверное, уже года 3. Вот около того. И он немного настоялся. Сейчас я слышу его от себя, ну, наверное, до 5 часов. Это прямо очень много, правда, для аромата. Это прямо очень много, особенно для туалетной воды. Но это, наверное, зависит скорее как-то от погоды или от настроения. Часто я слышу его достаточно долго от себя. А часто я там уже буквально через полтора часа перестаю его ощущать. Но этот аромат носит мой муж. Поэтому я делаю выводы из того, как я слышу, да, с другого человека. Аромат достаточно интимный. Он и не супер шлейфовый. Ну, наверное, первые полчаса есть какое-то вот такое вот облако. А дальше всё стихает. Достаточно такой интимный аромат становится. Я знаю многих представителей мужского пола, которые носят этот аромат. И шлейфа от них нет совершенно просто никакого. Ощущаю я этот парфюм исключительно при близком контакте с человеком. То есть это там какие-то обнимашки. И вот в этих областях, да, куда обычно наносят аромат, его можно услышать. И так-то с большой натяжкой. То есть аромат всё-таки для меня, для моего носа не стойкий. Хотя здесь мнения разделились. Для кого-то он супер стойкий, для кого-то он вообще не стойкий. Ну вот я отношусь скорее ко вторым. Но тоже как бы достаточно условно. Как я уже сказала, иногда я слышу, как-то иногда не слышу. Но при близком контакте, опять же, с человеком, который носит этот аромат, его можно как бы распознать. А дальше, дальше у нас белый замш от Сержа Лютена. Аромат, который тоже не отличается особой такой стойкостью. Вообще, должна сказать, что ароматы данного бренда сами по себе нет, буду обманывать. Хотела сказать, не стойкий, нет. Почему же стойкий? Вот буквально недавно я носила Крещение огнём, я наслаждалась просто ароматом до вечера. Я помню, что я пришла с работы, сделала там все свои домашние дела, когда я завалилась уже в кровать. Я просто лежала, я понимала, что мои волосы обалденно пахнут вот этим ароматом. Ванильный лес очень стойкий, араби, берлинская дева. Ну да, но, к сожалению, с белой замшей так не происходит. Аромат достаточно тихий. Опять же, от себя я его ощущаю, наверное, часа два, не более. Это очень красивая замша, это потрясающие абрикосы. Аромат, по-моему, снят. Но, во всяком случае, я его не наблюдала как-то в интернет-магазинах. Не знаю, что с ним случилось. Его там как-то в колокольце перевели или вообще сняли, непонятно. Я очень рада, что мне удалось схватить просто этот флакон. Наверное, в последний вагон я прыгнула, когда покупала этот аромат. Чему безумно рада, конечно. И любовь у нас с ним произошла не сразу. Потом я даже как-то была и рада, что он не особо стойкий. Но когда я спустя какое-то время, наверное, спустя полгода, наконец-то расслышала в нём абрикосы, о которых все говорят, мне захотелось большей стойкости, большего ощущения красоты на коже. Но, к сожалению, это тот аромат, который лично на мне не стойкий. Ну, вот не особенно стойкий. Опять же, два, может быть, три часа и то, как бы, с натяжкой. Туда же Боттега Венета. Я часто говорю о том, что вот эти вот ароматы, они прям очень похожи. Если вы не успели купить белую замшу или вы любите этот аромат, он у вас закончился, ещё какие-то причины, можно попробовать заменить его, значит, вот этим ароматом. Тоже здесь такая остренькая замша. Здесь нет абрикоса уже, но вот это вот ощущение, какое-то одно, как будто бы ДНК этих ароматов, я вот ощущаю. Одинаковость, вот эта вот замшевая такая вот мягкость и где-то колкость чего-то другого, не знаю чего. Но вот чёткое понимание, что это мягкая замша и при этом есть какой-то вот такой колкий компонент, я не знаю, что это. Очень красивый, благороднейший просто парфюм. И когда-то я его где-то показывала в каком-то видео и сказала о том, что он нестойкий. И многие мне написали о том, что это неправда, что аромат очень стойкий и так далее. Но вот я не соглашусь. Не знаю, для меня это достаточно интимно, близко сидит коже. Возможно, где-то на одежде, вот я как-то не обращала внимание, где-то вот на волосах он будет цельдолго. Он очень приятный, он такой какой-то, знаете, какой-то нательный. Он как будто бы аромат вторая кожа вот так вот пахнет. Но какого-то шлейфа от него нету. Нету от него вот этой постоянного, знаете, когда улавливая, где-то там махнул рукой и уловил этот аромат. Но нету этого. Не слышу я этот аромат от себя. Он достаточно интимный. И не особенно стойкий. Ну, у меня вот так. Но нравится мне безумно. Просто обожаю этот парфюм. Несмотря на то, что стойкости ему, конечно же, не хватает. Так, Hermes. Это Eau de Cologne. Мандарина Ambre. Ну, понятно, колонии, на тон и колонии, чтобы никого не душить и быть достаточно летучим. И особенно-то и стойким. Вот стойкость этого аромата 3 часа. 3 часа. Ну, до 4, не знаю, или дотянет. Безумные красоты. Просто мандарины на такой амбровой подложке. Очень приятно. Очень необычно. Просто вот это, знаете, как-то даже по-нишевому вообще звучит. Я помню, когда я впервые вдохнула этот аромат. Просто настолько он мне понравился. Он настолько качественный. Он настолько круто вообще собран. Он столько необычен. Амбра и мандарин. Вот эта вот мягкость, теплота. Амбра, сочность. Мандарин. Вот эта сладость мандарина. Это очень красиво. Как на мужской, так и на женской коже. Но я помню, когда отметили на мне этот аромат, когда я в нем была, сказали, что ты, наверное, нанесла мужской парфюм. То есть, есть вот какая-то вот такая вот нота, уводящая, значит, большую, да, в мужскую сторону. Но вот так вот, знаете, я бы не сказала. Я бы не сказала. Для меня это супер унисексовая история. Это очень красиво. Очень вкусно. Сочно. Вот как-то тепло. Теплота Амбре, как я уже сказала. И сочность мандарина. Это очень красиво. Мне кажется, он подходит сегодня под мою кофточку. Но стойкости ему просто не то чтобы не хватает. Это его задача, да, как я уже сказала. Вначале его задача не душить, не быть каким-то супер стойким. Но 3-4 часа красоты вам обеспечены. И последний аромат от Герлин. Это Аква Аллегория Мандарина Базилик. Потрясающей красоты. Просто парфюм. Иногда он... Это аромат вообще праздник, радость. Опять же, мандарины. Новый год. Мне видится огромная вот такая вот хрустальная ваза, наполненная вот этими яркими оранжевыми мандаринами. Это очень красиво. Прошу прощения. Но аромат... Наверное, не сидит так долго, как хотелось бы. Он опять же... Возможно, я лукавлю, мне кажется. Не знаю, я его сюда тоже включила. Как-то, знаете, он... Может быть, мне бы хотелось, наверное, чтобы он был более... А что ли, шлейфовый, более... Постойчивый и так далее. Но мне кажется, что... 4 часа... 4 часа... Я не знаю, мне кажется, 3-4 часа. Этого достаточно. В принципе, это нормальная стойкость. Это абсолютно нормальная стойкость для парфюма. Ну, когда меня спрашивают, какая стойкость, я говорю, там, 3-4 часа. Но это вообще ни о чём, да. Люди говорят, это очень мало. Ну, с какой стороны посмотреть, понимаете. То есть, в принципе, нормально. Мне кажется, в какой-то момент я даже его и дольше слышу. Просто, наверное, за счёт того, что аромат сам по себе цитрусовый, такие вот летучие, как правило, цитрусовые ноты, очень быстро уходят и остаётся просто как небольшая какая-то сладинка вандарина. Хотелось бы побольше. Конечно, вообще сам по себе аромат очень красивый, яркий, праздничный. Это был мой личный топ нестойких ароматов. Буду ждать в комментариях вашей версии, да. Какой аромат для вас оказался просто супер нестойким. Я вот сейчас вспоминаю ещё один парфюм, которого у меня нету. Он у меня был вот Леванти. Он мне безумно понравился. Это был Инноцент от Мюглера. Ну, это просто катастрофа была. Я не помню. Или он вообще 40 минут прожил у меня на коже. То есть это был практически пшик и нету. Это был самый нестойкий, наверное, аромат, который я вообще в принципе когда-то обоняла. То есть это был вообще шок тогда. Вот такого что-то больше прям не вспоминаю. Но вспоминаю, кстати, ещё грешит нестойкостью вообще бренд. Luliquid Imaginea. Я помню Belo Rabello. Но я как бы не включаю, как-то особо, ну вот не хочу быть голословной, поскольку я эти ароматы носила только из пробника. И таким образом сложно как бы делать определённые выводы, там окончательные и так далее. Но я помню, когда носила вот это Belo Rabello из пробника, но это тоже было просто очень мало. Очень мало. Ну, практически час-полтора. И больше... И всё. То есть и всё. Аромата больше нет. Он просто исчезает из кожи. Но я очень хочу заиметь флакон всё-таки, несмотря ни на что, и убедиться, то есть опровергнуть свою-то тут версию или подтвердить. Пока что не хочу быть голословной, как я уже сказала. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Обязательно напишите ваш самый нестойкий аромат. Будет очень интересно почитать и мне, и моим зрителям. А я желаю вам всегда вкусно пахнуть. Всем пока.